Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа «Духовная жизнь». Меня зовут Татьяна Трофимова. Вопросы нашему гостю, священнику Максиму Курленко, задают телезрители. Жители и гости города Чебоксара. Здравствуйте, отец Максим! Здравствуйте! В этот раз мы записали вопросы от студентов Чуварского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Итак, слушаем, наверное, первый вопрос. У меня такой вопрос. Обязательно ли нужно заучивать молитвы или можно молиться своими словами? Услышит ли Бог мои слова? Ну, я думаю, что здесь важно, конечно, расположение сердца и искренность человека. Это является в основании духовной жизни любого человека. В какой бы, может быть, он и культуре не жил, религиозной системе, которой бы принадлежал. Самое главное, что человек искренне ищет Бога. Он раскрывает себе то, что в нем заложено. Потому что в каждом человеке заложена эта связь. Религия помогает восстановить эту связь. Даже переводится так «религия» – «религар» из двух слов. То есть восстанавливает связь. И учитывая, что это в нас уже заложено, от каждого из нас зависит, какие мы усилия приложим к тому, чтобы эта связь была восстановлена. Понимаете, в цветочках заложено тянуться к солнышку. И точно так же в человеке заложено тянуться к Богу. И поэтому основа взаимоотношений Бога и человека строится именно на личных поисках. Это глубоко интимная вещь. Поэтому религия только помогает, она направляет, она способствует тому, чтобы это раскрылось. Поэтому, отвечая на вопрос, с одной стороны, могу сказать, что да, своими словами можно молиться и даже нужно. И, как мне кажется, моя личная жизнь, такая духовная жизнь, она начиналась именно с такого пути. Сначала я открыл в себе Бога, то есть я почувствовал Его любовь, я обращался к Нему своими словами. А уже потом я понял, что есть церковь, зачем она нужна. Я начал интересоваться, начал изучать опыт святых, тех, кто всю свою жизнь посвятил общению с Богом. Понимаете, вот и тогда я уже пришел в церковь. Поэтому пути к Богу, они совершенно различные. Но, понимаете, здесь в этом вопросе, так сказать, палка о двух концах. Здесь можно сказать, что да, действительно можно и нужно молиться своими словами, а потом уже примерять на себя опыт, значит, святых. Но, с другой стороны, если человек только будет молиться своими словами, думать о том, а зачем мне, так сказать, церковь, какие-то лишние посредники, там институты, так сказать, духовно-религиозные, что, дескать, они мне и не нужны, я сам со всем справлюсь. Вот здесь он, конечно, может ошибиться и утонуть в пучине, так сказать, неизвестной ему, так сказать, ситуации, в которой он оказался. Понимаете, вот это очень опасно. Ведь, смотрите, если, к примеру, вы решили заняться каким-то спортом, вы приходите, ну, легкой атлетикой, к примеру, да, приходите и говорите, я хочу заниматься легкой атлетикой, она мне нравится, я хочу достичь каких-то результатов. Тренер вам говорит, что нужно тренироваться вот таким-таким-то образом, столько-то раз в неделю, там, определенные, там, даже режимы питания, режимы тренировок, все это уже продумано, потому что люди этим занимаются достаточно давно. Кто-то посвящает этому всю свою жизнь. И вот если вы будете слушать хорошего тренера, то вы достаточно быстро преуспеете в этом. Если вы скажете, что, в принципе, вы сами занимаетесь как хотите, а я попробую сама. Вот вы сегодня побегали, завтра отдохнули, потом опять захотели столько побегать. Ну, понимаете, то есть это самодеятельность называется. И в любой совершенно области, в любой. Или вы изучаете историю, к примеру. Точно так же, если вы сами будете заниматься самодеятельностью, не опираясь на классическое образование, там, историческое, вы можете читать книжки таких псевдоисториков, как Носовский, Фоменко или прочих других, там, и этому верить. И у нас история, она очень, так сказать, разнообразна. Особенно очень. Поэтому, если не иметь какого-то стержня классического образования, то можно очень серьезно заблудиться. Поэтому, как мне кажется, правильным ответом на этот вопрос будет и самостоятельное, вот это вот личное движение к Богу, и точки опоры на опыт церкви, на опыт святых. Это что касается молитвы. А вот действительно, я даже сама слышала, многие молодые люди считают, что веры в сердце им достаточны, и не обязательно соблюдать какие-то определенные правила. Что-то вы по этому поводу можете сказать юношам и девушкам. Ну, это из той же серии. Из той же серии. Очень много я сам встречал многих людей. Часто это бывает или от незнания, что человек не сталкивался с сферой духовной жизни, не сталкивался с опытом тех людей, которые всю свою жизнь посвящали именно духовной жизни. А второе, это бывает от гордости. Потому что человек, он по своей гордости не хочет, чтобы ему кто-то что-то указывал. Куда идти, зачем, я сам со всем разберусь. И часто бывают молодые люди, когда они говорят родителям, что не лезьте ко мне, уже взрослый, сам со всем разберусь. Часто они набивают шишки себе и наступают на одни и те же грабли. Ну, в зависимости от того, сколько там мудрости у него. В голове есть хоть чуть-чуть, так сказать, понимание. Он начнет делать выводы из своего сложного жизненного пути. А если не будет, он может так очень долго, соответственно, находиться. Поэтому, отвечая на вопрос ваш, зачем мне церковь, то, понимаете, церковь, она не придумана людьми, она установлена Богом. То есть Бог и в Ветхом Завете Он создает церковь. И в Новом Завете Господь говорит такие слова, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Еще ученикам своим Он говорит такие слова, что не вы меня избрали, но я вас избрал. То есть Бог прикасается к сердцу человека, Он видит, кто готов, чтобы воспринять эту истину, и открывает ему. И дает ему возможность идти, совершать какие-то свои ответные действия навстречу Богу. Поэтому человек начинает, так сказать, вразумляться, духовно воспринимать тот багаж, который ему дается раскрывать в себе все самые прекрасные качества и стороны человеческой личности. Вот к этому призван каждый человек. Церковь этому помогает и способствует. Когда человек говорит, я сам, он, соответственно, один в поле воин. А один, мы знаем, что он никогда не воин в поле. Без церкви, значит, без Бога. Один из святых сказал, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Потому что церковь, она создана Богом, это богочеловеческий организм. Это не какая-то, так сказать, надстройка лишняя, непонятно зачем. А Бог создает церковь как богочеловеческий организм, где есть главой является Господь Иисус Христос и ангелы, души тех, кто уже перешел в вечность. И церковь странствующая – это те, кто здесь, живущие на земле, они ищут Бога, находят и спасаются, и сохраняются Его благодатью. Это есть некая такая ограда, в которой пребывают люди для того, чтобы, так сказать, они были ограждены от пучины вот этих мерзких страстей, сохранялись, спасались. В церкви есть таинство. Человек состоит из тела, души и духа. И поэтому и духовное, и душевное, и телесное, оно должно преображаться и освящаться Богом. Поэтому, если мы говорим о телесном, это значит, есть какие-то, так сказать, вещественные, вещество таинства. Это значит, что наше тело хотя бы, оно тоже, понимаете, ведь во многом зависит от того, как оно расположено. Если человек вот так вот руки делает, нога на ногу сидит, понимаете, если он находится в какой-то определенной там среде, которая далека от духовной жизни, понятно, что он не найдет Бога, пока он не настроится на его волну. Поэтому церковь, она этому способствует, безусловно. Вот как раз следующий вопрос у нас от студента. Этот вопрос тоже связан с соблюдением правил. Скажите, пожалуйста, почему неприемлемо женитьбу во время Великого Поста? Ну, знаете, давайте себе представим, что пост, понятно, что это время покаяния. Это время молитвы. Это время воздержания. Это время, значит, внутренней концентрации. Отсечения всего лишнего. Это время, в котором человек посвящает себя Богу и духовной жизни, своему спасению, спасению своих ближних. А женитьба – это что? Это, конечно, время радости, пир. Так образно, если себе представить, брачный пир – это время ликования. Потом женитьба подразумевает медовый месяц. А у нас пост идет, правильно? Ну, вот совершенно поэтому. Ну, это то же самое, что сидеть в ночном клубе с бутылкой пива и говорить «Господи, помилуй». Человек приходит отдыхать, развлекаться, и с другой стороны он хочет что-то там, соответственно, с Богом контакт наладить. Поэтому всему свое время. Есть книга такая в Ветхом Завете «Экклесиаст». И он очень умные слова сказал, этот мудрец. О том, что всему свое время. Время разбрасывать камни, время собирать их. Время мира, время войне. И, соответственно, продолжая аналогию, которую он сказал, время поста, время молитвы и время радости и развлечений. Если церковь устанавливает вот в своем календарном круге определенные моменты, где человек должен уметь собираться для того, чтобы встретить самый великий праздник православных христиан – Пасху Христову, то это означает, что действительно нужно идти в русле с церковью. Если заниматься самодеятельностью, можно быть с Богом, можно, соответственно, где-то в чем-то преуспеть, но совершенно не так, как бы если человек шел по стопам святых. А какие еще действия нежелательно совершать во время Великого Поста? Ну, я думаю, что если мы не рассматриваем, значит, ограничения в пище, ну, это понятно всем, если мы не рассматриваем, да. Молитва тоже понятна, да, что, соответственно, там развлечения. Ну, я думаю, что телевизор бы я выделил на первое место. Потому что сегодня мы живем в мире, где вот все направлено на то, чтобы человека отвлечь от самого главного. Чтобы человек расслабился, чтобы человек отдохнул, чтобы подушечка помягче, чтобы жизнь повеселее, чтобы он забылся. А через Великий Пост он, наоборот, призывается к тому, чтобы увидеть самого себя, найти самого себя. Есть притча такая в Евангелии о блудном сыне, где сын уходит из отчего дома, расточает имение, живя блудно, как говорит Писание, и потом он начинает есть то, что ели свиней. И вот он приходит в себя. Такие слова есть, что он пришел в себя и говорит, встану и пойду к отцу моему. То есть вот эти два главных момента в духовной жизни каждого христианина. Прийти в себя, то есть понять, что я живу не той жизнью, я хочу выйти на правильный путь. И второе – это действие. То есть нужно не просто сидеть дома, размышлять и мечтать, ждать тарелочку с голубой каемочкой и так далее, что я звезда, все получится. А нужно действительно встать и идти. Поэтому Пост призывает именно к этому. Вот в основном культура массовая, которая у нас есть, подающая нам пищу через телевизор, она часто противоречит в корне вот этому внутреннему поиску. Поэтому, ну, в большей степени это нужно исключить, как мне кажется. Отец Максим, еще на март приходится три родительские субботы. Вот что необходимо знать каждому православному о родительской субботе? Родительская суббота, понятно, что речь идет о родителях, что речь идет о тех, кто нам дорог, близок, уже перешел в вечность. Мы о них молимся, мы о них переживаем и понимаем, что они живы. Понимаете? Вот даже в каждой культуре, которая может быть примитивная какая-то, где там вокруг костра до сих пор пляшут, у них и то культ предков есть. В каждой культуре есть культ предков. Это о чем-то говорит, о том, что опять же в человеке это заложено. Связь, ощущение вечности, что мы живем вечно. И любовь к родным и близким, любовь, которая не умирает, которая вне времени и пространства, она проникает сквозь эти миры и помогает нам соединиться с душами усопших. И вот эта любовь искренняя, настоящая, это и есть молитва. Она в правильной форме выражена, опять же, святыми. И есть определенные дни поминовения усопших, как родительские субботы. Это перед постом мясопустная, называется родительская суббота, когда мясо уже отпускается, то есть не вкушается. Это после Пасхи Радоница, когда радуются не только живущие на земле, но и на небе. Дальше Троицкая родительская суббота, Дмитриевская недавно, ну не так давно вошедшая в наш календарь, у греков ее нет. Она связана изначально была с Куликовской битвой и с потерями, которые понесли наши воины, а впоследствии она стала общей, так сказать, почитаемой. Потом вторая, третья и четвертая недели субботы в Великим постом, также они считаются родительскими. Вообще, каждая суббота в богослужении она посвящена заупокойным молитвам. И вот я думаю, что главное, что должен знать православный христианин, что то ощущение, которое подсказывает ему совесть, что нужно молиться и помнить своих родных и близких, что нужно раскрывать с ними связь, молитвенную связь прежде всего. Это помогает в большей степени ему самому, чем даже родных, о которых он молится. Это учит молиться нас самих, это учит поддерживать в нас вот этот вот огонь любви к ближним, к родным и близким, учит нас сосредотачиваться на главном, учит нас быть милосердными, тратить свое время, усилия духовные. Понимаете, вот, конечно, и церковь, она, так сказать, вот устанавливает определенные дни поминовения усопших. Вот что касается как раз одного из таких дней, я слышала, что есть люди, которые считают, что в Троицкую субботу можно подавать записки о упокоении самовольно лишивших себя жизни и о некрещенных. Есть ли вообще такие дни, когда в церкви молятся о некрещенных и самоубийцах? Нет таких дней, нет, это народные басни скорее. Потому что самоубийц даже раньше вообще хоронили за кладбищем. Человек сам выбор этот сделал, понимаете, он плюнул на Бога, на тот дар жизни, который дан ему от Бога, потому что это ответственность, вот, взять на себя этот дар и раскрыть его. И он плюнул на своих родных и близких, родителей, которые дали ему эту жизнь. А что касается некрещенных младенцев, может быть, которые умерли? Ну, понимаете, некрещенные младенцы, здесь есть разные точки зрения у святых отцов, но такая моя частная точка зрения, в которой я могу ошибаться, ну, что они же не сделали никакого греха от души их, ну, вот, поэтому они находятся и в божественной любви. Можно подавать записки, значит? Нет, подавать записки, подаются только, как бы сказать, о крещеных, о тех, о ком мы молимся, чтобы Господь их, так сказать, привел на путь истинный. А если мы говорим о некрещенных младенцах, о младенчике, то он и не сходил с этого истинного пути, понимаете? Дома, да, можно просто за них молиться, наверное? Можно, обязательно можно молиться, но я думаю, что они находятся в том месте, где полнота божественной любви. И у нас следующий вопрос. Я хотел бы узнать, как вы относитесь к руссконародным приметам, таким, как, к примеру, черная кошка дорогу пробежала, или счастливый билетик в маршрутке попался. Можно ли этому верить? Вот в чем вопрос. И, в принципе, гороскопы. Как вы относитесь к предсказаниям? Ну, что я могу сказать? Лично я сам никогда не верил и не верю в подобного рода глупости. Перебежала там черная кошка, или белая, или черная в крапинку, или, значит, трехцветная, понимаете? Это совершенно никак не влияет на жизнь человека. И тем более счастливые билетики. Как там цифры совпали, не совпали. Человек сам себе это придумывает, вот эти глупости, и пытается в их верить. И что самое страшное, он пытается отдать тот драгоценный дар свободы, свободы воли, свободы выбора, свободы своей жизни, отдать вот этим мелочам. Ну, бесы, конечно, смеются. Они скажут, вот образ и подобие Божие, величие человека, ну, так сказать, свою волю отдает какой-то бумажке. Я буду счастлив. Ну, и кто после этого действительно был счастлив? Понимаете? Чтобы быть счастливым, нужно усилий к этому прилагать. Вот. Нужно быть чистым сердцем, нужно иметь в сердце Бога, его любовь. И тогда по-настоящему человек будет счастлив. Если человек в каких-то областях хочет чего-то достичь, это опять же 1% таланта, 99% труда. И это дает человеку ощущение полноты и счастья. Ну, никак не какой-то билетик там, как цифры совпали, соответственно. Что касается кошек разных всяких, ну, я тоже и сам над этим смеюсь. И те люди, кто в это верят, я им всегда, если кто из знакомых, я им говорю о том, что, ну, стыдно просто. Вот. Такой ерундой заниматься. Отдавать свою волю. А что касается гороскопов, ну, здесь тоже это, понимаете, когда человек свою волю, значит, и свои планы отдает какой-то навязанной модели поведения. Вот он услышал по радио или еще где-то, прочитал в газетенке «Желтой», там, что сегодня там львам или там козерогам или еще кому-то нельзя там из дома выходить или что-то делами заниматься. И он идет, слушается, значит, не занимается. Думает, что ему вот этого повезет потом, понимаете. Кто их составляет? Так вот, если немножко разобраться-то, откуда она взялась, это, так сказать, вот эти все гороскопы, понимаете. Даже один такой был ученый уже, это наш Эри Птолемей, там, полностью не помню его имя, но он говорил о том, что астрология – это глупая дочка астрономии. Это можно коммерчески какие-то вот вещи, кто, так сказать, без нравственных принципов, кто не имеет в своем сердце единого истинного Бога, он может идти по этим стопам, чего-то там верить в это, потому что человек не может вот ни во что не верить. Если у него нет главного, он будет верить вот в разные, так сказать, то, что ему нравится. И смотрите, опять же, гороскопы как составляются? Там движение планет. Как, соответственно, планеты сошлись, когда человек родился? Какого числа родился? Возьмите выборку, статистику людей, которые родились, там, допустим, 1 марта, и, соответственно, в 12 часов дня всех на земле соберите. У них что, одна судьба будет у всех? Совершенно разные люди. На человека влияет не то, когда он родился-то, а там, я не знаю, и социальное положение его родителей, его личный выбор, какие-то нравственные, вот, духовные парадигмы, которые он принимает, которые он стремится в жизни. Вот что влияет, формирует личность человека. А не то, что какие-то глупые гороскопы кто там составляет. Понимаете, это церковью всегда осуждалось. Всегда. Если мы посмотрим древние, там, святых отцов, какие-то высказывания, то мы увидим, что они опираются на священное писание, где сказано еще, там, книга о Тарзаконе, не будет в твоем доме ни гадателя, ни ворожей, ни прорицателя, ни вызывающего умерших. Вот. И все это относится именно к этому. Это все из той же оперы, из той же серии. Вот. Все это гадатели, ворожи, предсказатели. Взять Нострадамуса хотя бы. Вроде говорят, там, вот он что-то там напредсказывал, этот астролог, и все это. Ни одно, нормально, вот ни одно пророчество так и не сбылось. Кто хочет верить, он может верить. Они все такие расплывчатые, вот эти четверостиши, которые он писал. Настолько все расплывчато, что вроде что-то сказал, а ничего толком и не сказал. Понимаете? Поэтому можно все придумать. Это тут про Гитлер рассказано, здесь про того-то, про Лейна, здесь про революцию. Ничего толком и не сбылось. Потом, если взять того же Нострадамуса, его жизнь, вот, никак не связана с тем, что он высчитывал там, светил, занимался действительно, как сказать, ну, около научной хотя бы астрономии. Он занимался реальным оккультизмом. Я себе писал, что у меня голос какой-то слышится и так далее. Понимаете, здесь связь? А как же святая Матрона, которая говорила, что… Вот она тоже говорит, что-то предсказывала будущее людей. Это другое дело. С астрологией здесь совершенно не связано. Ну, понятно. Знаете, есть пророки, которые от Бога вещали. Пророки. Вот в Библии даже, если мы посмотрим, пророк Исаии там за 500 лет до Христа предсказывал, кто будет мессией, как он будет страдать, если вы 53 главу Исаии откройте, там все, что исполнилось, страдание Христа сказано. Пророк Иеремия, пророк там, это самое, Малахия. Все они во многом предсказывали, что, да, они, по крайней мере, все их предсказания, очень многие сбылись, и они несли эти предсказания, нравственный контекст имели, чтобы соединить народ с Богом, чтобы народ не умер и, прежде всего, духовно не ушел там, не заблуждался, не ушел во тьму. Понимаете, вот это было главное. Если мы берем астрологов, там этой идеи совершенно нет. Там есть только то, что вот тебе сегодня повезет, завтра не повезет. Вот этим нужно заниматься, этим нельзя. Ну и, соответственно, к сожалению, вот так вот вводят людей в заблуждение. Хотя во многих культурах астрология, она присутствовала из древних времен. Но если мы берем не только христианство, а монотеистические религии, иудаизм, соответственно, ислам, христианство, ну, все говорят о том, что это глубочайшее заблуждение. И мы, наверное, сделаем вывод, что православная церковь не приветствует гороскопу. Ни в коем случае, ни в каких видах. Ни в каких видах совершенно. И мы переходим к последнему вопросу от девушки, от студентки. Меня интересует такой вопрос. Как должны обращаться дети к своим родителям? На «ты» или на «вы»? Ну, я думаю, что здесь этот вопрос должен решаться в семье исключительно. До революции у нас была какая-то практика, там, обращение на «вы» принятые. Общепринятые нормы, но они также регламентировались исключительно в каждой семье. Если родители этого требуют, ну, значит, соответственно, на «вы» надо. Если говорят о том, что на «ты», то на «ты». Ну, это не вопрос церковный, безусловно. То есть в православной церкви нет такого прям... Ну, церковь говорит о том, что нужно почитать родителей. Если даже мы маму на «ты» называем, это же не означает, что мы не почитаем ее. В другом выражается почитание. Спасибо, отец Максим. Я напоминаю вам, сегодня на вопросы студентов отвечал священник Максим Курленко. Надеюсь, что все, кто нас смотрел, узнали для себя что-то интересное и полезное. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова